Хотите узнать как видеть кдшки союзников на арене? Сейчас покажу. Всем привет, с вами Мастмейдж и в этом видео я буду рассказывать вам об аддончике Ability Team Tracker. Когда вы установите данный аддон и в первый раз зайдете в игру, вас будет встречать вот такая вот панелька с вашими заклинаниями, именно да, поскольку у меня маркнут антимагия кольцо, блок там и стыла кровь, к примеру, да. Можем нажимать на пятеркой и мышкой передвигать куда-нибудь удобное для вас место. Теперь, чтобы открыть на стоке данного аддона, нам нужны либо параметры модификации, искать тут Ability Team Tracker, его страничку, либо просто в чат набираем ATT, сокращенно, и тоже появляется на стоке данного аддона. Этот замечательный аддон является альтернативой аддончику Omni CD, который также показывает кд союзников на арене, ну не только на арене, и в рейде, допустим, можно там и в подземелье, и в сценариях. Кстати, видео об этом аддоне также есть на моем канале. Можете как бы глянуть и это видео, и то видео, и сравнить, какой аддон на кд союзников лучше именно для вас. Итак, переходим к настройке. Attach to Red Frames у нас первый пункт. Don't Attach, то есть мы не присоединяем к нашим конкам Red Frame. То есть получается будет как-нибудь такая вот свободная позиция, да. After Attach UI, то есть присоединяется к конкам Red Frame, но и конкретно к Близзардовским, да, ну и даже может быть конкретно Близзардовским, но именно что в таком случае у нас идет поддержка какой-нибудь аддонатом, не знаю, там, KHM Red Frame, например, там, не знаю, ZPearl, тот же самый, там, Shadow Unity Frames, ну, в общем, в зависимости от того, постановительность у нас тут не написано, какие именно поддерживают, как бы, Red Frame и, то есть получается он должен автоматически сам распознавать их и сам на них переключаться. А Близзард UI, то есть именно кодон, именно нашим стандартным Близзардовским Red Frame, либо каким-то модификациям тоже, но которые все равно используют, как бы, изначально стандартный Близзардовский Red Frame. Так, дальше мы идем, у нас Reserved Icon Chrome Direction, то есть если мы нажимаем, у нас идет заполнение в другую сторону, видите, то есть переместилось. Нажимаю назад, включу обратное, да, обратное расположение наших иконок. Hide Encores, если мы нажимаем, то есть наша пятерочка пропала, да, и теперь мы не можем передвигать наши калдауны. Возвращаем назад, опять можем передвигать. Show Self, то есть получается, у нас сейчас отображение моих собственных калдаунов, если я выключаю, они пропадают. Включаю обратно, все работает. Encore, наш, как якорь, да, слева. То есть видите, опять же, ну, как бы по аналогии, хотя, нет, это неправильно сказать, то есть как бы оно тоже передвигается опять, типа как бы Reserved Icon, но оно как бы крепление будет, то есть оно будет начинаться, получается, с пятерки, в таком случае, вот с пятерки туда будет дальше отчитываться. Glow icons, то есть Show Glow animation when important abilities are active. То есть оно будет свечение, подсветка, да, тех калдаунов способностей, которые в данный момент будут активны. Show Tool Tip, то есть еще подсказки, когда мы наводим, видите, нажимаем на антимагию, подсказка антимагии, описание, на кольцо, подсказка кольцо, гвыба, подсказка по гвыбе, ну и то же самое, да. Кау выключаем. Дальше у нас, допустим, идет ягой вниз, то есть если мы нажимаем, оно получается, будет еще вниз заполняться, как бы не влево-вправо, а вниз еще снизу, да. Дальше у нас Draw Borders, то есть гранички, так, немножко изменились. Я его просто не в курсе, поддерживает оно москью или не поддерживает, который аддон, который меняет именно гранички, но скорее всего, оно все-таки поддерживает, потому что умни бар тот же поддерживает. Сейчас много каких аддонов сейчас поддерживают эту модификацию, так, что должно работать. Харден мод, то есть видите, Show icons only after the R on cooldown, то есть если мы нажимаем, оно не будет работать, остается только якорь для перемещения, и когда, допустим, на арене, тоже там сцена и в инститете, когда конки только будет срабатывать, тогда он пойдет, тогда они будут появляться, ну типа скрытый мод, да, ну харден мод, собственно. Дальше у нас Scale, то есть увеличиваем размеры, можно больше и меньше, забамбин, да. Дальше у нас идет количество полос, то есть, допустим, расположение в одну полосу иконки, если ставлю два, то в две полосы иконки, ну и соответственно, там больше три полосы иконки, вот так вот. Альфа, то есть прозрачность, уменьшаем меньше, пропадает, ставим точки побольше, вот так вот, ну, кому как удобно, да, возвращаем. И Raid, то есть если находитесь в рейде, то есть количество членов группы, то есть видите, она будет работать до пяти человек, если мы ставим ноль в рейде, она вообще перестанет выключаться, можно, допустим, поставить там, не знаю, на три человека, к примеру, то есть, чтобы она работала только, допустим, но Айя на три на три, к примеру, да, она уже будет отображаться, но если мы пойдем, допустим, в мифик плюс, какой-нибудь там, или сценарий, то есть, где, где нужно пять человек, уже не будет отображаться, настройка, как бы дополнительная, но по количеству человек в вашей группе, в пати в рейде. Дальше у нас идет смещение, допустим, по X позиции нашего якоря, то есть не забывайте, якоря именно, а не иконки, либо по X, либо по Y, потом расстояние между нашими, полос, нашими, да, полосами, то есть если у нас несколько полос, то это получается будет работать, дальше, допустим, икон спейсинг, то есть это же расстояние между иконками, теперь, да, вот если мы смещаем, тут видите, вот такие вот большие расстояния можно сделать, давайте уменьшаем опять, чтобы они были вплотную, все-таки лучше, так всего, да, далее, Disable Self Attach, я сначала думал, что это касается пунктика Show Self, по сути, то есть себя, но как бы при его включении, особо ничего не меняется, к сожалению, с этим пунктом я пока не разобрался, далее переходим к нашим вкусняшкам, ой, к Дэшкам, собственно, у нас тут все разбито по классам, есть огромное количество, например, видите, стоит класс Воин, вам можно переключать класс ДК, сразу все способности, сразу меняются, тоже там Маг, к примеру, да, но давайте в нем все-таки на Воина, поскольку у нас Воин первый, Воины топ-1, собственно, Аватара, все-все стоит по умолчанию, допустим, Бой Наспредь, Зубочина, можете поставить любой другой, да, и тоже по спекам все это дело разбивается, для оружия, для неистовства, отдельно все это, ну, будет работать, да, и для Портавара тоже все будет отдельно работать, дальше, Abilities, то есть видите, Trinkets категория, можно выбирать сразу же, то есть тоже все это разделяется, и расовые способности, так, давайте вернем Ability, Global Selection, то есть если мы выбираем что-то, допустим, в Trinkets и Ratials, да, то видите, то есть как бы она будет автоматически работать для всех специализаций, удобно, удобно, если вот что-то не хватает, что-то нету, да, вписываем ID, можно взять его на Вовхеде, да, то есть мы будем там, пишем имя, там какое-то заклинание, ищем, да, и сверху в строке поиска будет только, ну, цифрки еще будет написано, короче, я думаю, разберетесь, сидишка, то же самое, дальше что, ну, добавить кнопки собственные, обновить там, ну, и вообще удалить, да, если вам что-то ненужное, что-то не понравилось, да, во вкладке Options у нас тут шел демпенинг, то есть на арене, сука, процентов будет показываться, да, потом, а, Синклдаунс, тут еще, видите, есть всякое пояснение, как оно, как бы работает, это авто обновление, да, получается, если у союзников есть такой же аддон, я не знаю, или может быть, он не сидит, но он сидит, вряд ли он будет подхватывать, ну, в общем, тут описание, я думаю, читайте, как бы, что там видео расстагивать, то есть, ну, собственно, то есть, если у кого-то одного срабатывает кдшка, и она сразу, как бы, кд, чтобы точно в секундах, там, высчитывается время восстановления, и союзник будет еще, как бы, точнее понимать, видеть, ну, как бы, знаете, обычно это используется в голосовом чате, ты говоришь там, своему напарнику, тиммейту, там, у тебя там готово, едем, не едем, есть ли там дефы, не дефы, ну, или сами, собственно, видите, по тому же отображению данного аддона, в общем, как-то так, в визибилителе, то есть, где показывать отображение наших иконочек, показывать либо на арене, показывать либо в подземельях, показывать в сценариях, на полях боя, в рейдах, или просто в открытом мире, да, там, в дуэльке те же самые, окей, а профайлы, видите, то есть, то, что я сейчас делаю, она будет помолчали, но с дефа от профайл, также можем сделать отдельный профайл для танка, для хила, для дпс, какой-то там особенный профайл, экстра профайл 1, или экстра профайл 2, тут же есть подпунктики еще, авто, селект профайл, то есть, наш профайл будет автоматически меняться, в зависимости от того, какую специализацию вы выбираете, удобно, удобно, да, use charter db, данная настройка будет работать, как бы, на профиль только конкретного персонажа, а не, как бы, на аккаунт в целом, то есть, на все другие персонажи не будут распространяться, такой, как бы, отдельный профиль, да, ну и кнопочка reset addon, то есть, сброс вообще всех настройок, а я гнул знаменитый соло шаппл, еще, чтобы вам показать, конечно, шансов у меня на выживание очень мало, потому что и дхшник, и хантер, так, попробую, сейчас получил вытис, инвиз уйти, хотя толку от этого мало, сразу пойдем по ханту играть, сыграл уже на нем, кошмар какой, так, кс, что-то хреново, микс, сразу меня начинают потрошить, сейчас такого бы шипануть его, вот так, шип есть, альтертайм срабатывает назад, ну что, получится, что, ладно, черепашку выбили, бабу выбили, вики, шмейки, кольцо поставлю под себя, дхшник из поймал, и сам еще встанье опять, сбил каст, фронту кастуем, рассказ еще будет шип откатиться, выбрасываем бабуинчиков, так, шипик, 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 а, что это фигня, боб, снять, сейчас походу еду, нажимаем блок, выходим из блока, снимаем ручку, ах, так я давно все-таки уже, я иной не егал, уже еле-еле играю, убил каст, убить ханта, ну давай уже, отдыхай, хорошо, все, всем спасибо за просмотр, надеюсь данное видео было для вас полезным, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если хотите больше похожего контента, ну на этом все, пока-пока, не забывайте, субтитры сделал DimaTorzok